А спонсором данного ролика являются наши подписчики на Patreon и Boosty. Arigato gozaimasu! В этом видео вы узнаете, насколько велика может быть разница между двумя процессорами одного поколения в таком важном мероприятии, как компиляция BSP. Итак, в битве примут участие слабейший i3-10100F против сильнейшего i9-10900K. Проводить тест мы будем на двух картах. Одна для CSGO, созданная при участии нашего подписчика, а второй проект будет взят из оригинальной Half-Life 2, дабы каждый мог сравнить результаты, показанные в ролике, со своими личными. Что ж, первым наносит удар i3, на борту которого 4 ядра и 8 потоков. Компилировать проект будем, используя шаблон HDR Full Compile-Final Slow. Вперед! 20 минут позже Так, компиляция завершилась. Так как карта была хорошо оптимизирована, то основное время было потрачено на обработку освещения с помощью компилятора Virat. Общее затраченное время составило 30 минут и 4 секунды, что является неплохим результатом в сравнении с процессорами прошлых поколений. Теперь самое интересное, сколько времени понадобится флагману 10-го поколения от Intel. А справилась наша печка за 12 минут и 39 секунд, что превосходит младший процессор более чем в два раза, и если хотите, почти на 60% быстрее. Это, конечно, не сенсация, а закономерность, которая подтвердилась фактом. 10 ядер против 4-х, здесь и без калькулятора было ясно, что разница будет не менее чем в два раза. Если вы, не дай бог, являетесь владельцем архаичного процессора или малого количества оперативной памяти, то можете обратиться к нам и заказать компиляцию своего шедевра на мощном железе. А мы переходим ко второй части ролика. Цитадель Альянса является самым сложным для компиляции проектом в Half-Life 2. Чтобы скомпилировать карту, дополнительно придется использовать параметр запуска No T-Junk. Первым в бой идет i3-10100F. Ему понадобилось всего лишь 1 минута и 13 секунд. Не слишком долго и не очень быстро. Переключаемся на i9-10900K. Доминатору понадобилось менее минуты для компиляции проекта, а именно 34 секунды, что снова превзошло более младший процессор более чем в два раза. Ну а теперь небольшая статистика от наших подписчиков, которые изъявили желание принять участие в этом эксперименте. Какие итоги можно подвести? Мощное железо всегда быстрее. Это очевидно. И чем сложнее будет проект, тем ощутимее для владельца ПК будет ушедшее время. Однако я не могу сказать о двух особенностях Source Engine и компиляторах. Во-первых, движок был представлен в те времена, когда четырехъядерные процессоры считались игровыми. А это несет в себе ощутимый изъян. Дело в том, что движок плохо распределяет нагрузку между потоками процессора. И чем больше ядер, тем хуже это распределение. Редко когда Source 1 может активно использовать более шести потоков. Для древних движков важно не количество, им важна частота на ядро. И чем она ближе к заветным 4 гигагерцам, тем выше будет FPS. Пожалуй, самым лучшим примером плохой оптимизации для многопотока будет игра Stalker, где всегда загружено лишь одно ядро. Source ушел с тех пор не очень далеко. В наше время никого не удивишь десятью, двенадцати и шестнадцати ядрами. Особенно владельцев Xeon'ов. Но для Source Engine это мое ибхо. Больше шести ядер иметь просто бессмысленно. Лучше шесть ядер с четырьмю гигагерцами, чем десять ядер с два и пять. Привет еще раз Xeon'щикам. Да и в двадцать первом году имя движок с тридцати двухбитной архитектурой. Это не серьезно. А что говорить о Хаммере и его компиляторах, которые могут просто вылетать при использовании более четырех гигабайт оперативной памяти. Ладно, хватит осенней хандры. Да, что ж, спасибо за ваше внимание, друзья. Если вы хотите развивать наш проект вместе, подписывайтесь на наш Бусти, Патреон и, конечно же, на сам канал. А я говорю вечное удачи, тамодачи.